Приветствую вас, Марина, давайте разберем ваш текст. Мне 20 лет, ему 32 года. Смотрите, здесь вы говорите о большой, к сожалению, разнице в возрасте. Вы говорите об очень большой разнице в возрасте, вы говорите о разнице в возрасте в 12 лет. О чем это свидетельствует? В первую очередь о том, что вы, вероятно, в мужчине видите, ну, скажем так, неравноправного партнера. Как правило, если партнер значительно старше, то человек тяготеет к более взрослому, более зрелому поведению. Вот, что в свою очередь свидетельствует о том, что с чувствами есть некоторые проблемы. Именно, именно вот с чувствами, то есть с эмоцией. Есть некоторые трудности. Вот. То есть, смотрите, вот чтобы вы правильно поняли, что я имею в виду. То есть, есть трудности с тем, как вы воспринимаете свои чувства, свои переживания. Свои эмоции. Вот. Свои импульсы. Ну, вот. Чувственно. Вот. То есть, к партнеру. Более взрослому. Тяготеют. В основном. Те, у кого есть. Эм. Сложности с выражением своих эмоций. Эм. 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 Такая история. Так что, здесь вам, эм. нужно в этом направлении двигаться, то есть изначально отношения выстраиваются уже вот в неких таких вероятно деструктивных историях, ну вот. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Дальше, вы пишите, это мои первые серьезные отношения. Ну что такое серьезные отношения для вас, что это такое серьезные отношения. Нужно выяснить, что вы понимаете под серьезными отношениями вообще. Какие серьезные отношения, какие не серьезные отношения. Отсюда сразу вопрос, для чего вы взаимодействуете с мужчинами или с конкретно этим мужчиной. Значит дальше. Общаемся в кавычках с ним уже шестой месяц. Вот хотелось бы узнать, что означают кавычки здесь. Что значит кавычки? Что вы подразумеваете под кавычками? Почему общаетесь вы в кавычках? Такое ощущение, что общаться с ним вы не хотите. Общаться с ним у вас вот такое ощущение, да, что ну желания особого нет. Вот. И это очень важный момент, на самом деле. Ну, для вас. Понимаете, о чем идет речь. Дальше. Дальше. Он общительный и спокойный, хотя скорпион по знаку. Ну, вот здесь на самом деле не очень понятно, да, к чему вы про знак пишете. В девушка, да. То есть он общительный и спокойный. Это хорошо, но что еще вас привлекает? Ну, в нем. Вот. Вот. Потому что... Ну, этого немного мало, на мой взгляд. Да? Вот. То, что он общительный и спокойный. То есть не совсем понятно, что между вами именно общего. И если вообще между вами общего. Дальше. Значит так. Сначала было хорошо. Он звонил, писал, сам устраивал классные вечера летом, гуляли, кино и т.д. Опять же. Опять же, не совсем понятно, что вас объединяет. Вот. Не совсем понятно, что вас объединяет. Не совсем понятно, что между вами общего. Вот. Дальше. Значит. Так. Вы пишете. Потом он стал реже звонить и приезжать. Я же не люблю надоедать и проявлять инициативу. Ну, смотрите. Здесь начинается, я боюсь, здесь начинаются ваши в некоторой степени трудности. Почему? Потому что надоедать и проявлять инициативу это очень и очень разные вещи. Вообще так говоря. И это свидетельствует о ваших проблемах с самооценкой. Потому что что значит надоедать? А в каком надоедании идет речь? Ну, если вы хотите, например, для человека что-то сделать. Да? Если вам хочется для человека что-то сделать. И что значит не люблю проявлять инициативу? А как тогда, собственно говоря, строить отношения? Как тогда их выстраивать? Мягко говоря, это не совсем понятно. Мягко говоря. Не совсем понятно, как тогда выстраивать ваши взаимоотношения с человеком. Дальше. Он познакомился с друзьями, хотя он раньше никогда не знакомился с ними. Не очень понятно, что вы имеете ввиду здесь. Однажды мне звонил неделю, потом набрал и сказал, что я бы тоже могла позвонить и написать. И как вы это восприняли? Мы встретились, он опять пропал на неделю. После чего я написал, что не хочу с ним общаться. Почему? Он сказал, что я, видите, да, то есть, как бы, вот такое ощущение, что, во-первых, у вас мало общего, то есть, у вас мало чего связывает. А во-вторых, вам, вот, не хочется что-то для него делать, не хочется делать его счастливым. Он сказал, что я такой, какой есть, меняться не буду, что я ему голову дурю и всегда говорю, что не так. Как вы к этому относитесь? Он говорит, что менять и подстраивать не будет меня под себя, и что я правильно говорю, что не нравится, а что нравится, а что нет. В итоге мы все равно миримся. Как это происходит? Какие выводы вы делаете из примирения? Он сказал, что если я привыкла общаться на отстанье, отвали, то этот вариант с ним не пройдет. У него постоянно мало времени, он занят. Я понимаю, что сначала работа друзья, а потом уже я. С одной стороны, это не совсем корректно, с одной стороны, это опять же свидетельствует скорее о наличии у вас низкой цены оценки. С одной стороны, с одной. Но с другой стороны, с другой стороны, мысль в принципе верная, что человек как бы, как бы он дает вам какое-то место в своей жизни. И вопрос в том, принимаете ли вы это место или нет. Знаете, какая штука? Дальше. Недавно я впервые ему написал с 8 до 12 часов ночи, он гулял с друзьями, все же приехал ко мне и даже не был злым, что я написал 30 смс, он просто удивился и все. Не очень понятно, к чему в этом и к чему в этом. В итоге он пропадает, то появляется и когда приезжает, такое отношение, как будто мы с ним каждый день переписываемся и т.д. Хотя такого нет, но для него это так. Для него это так. Что вы хотите? Какой у вас вопрос, какой вопрос, что вас беспокоит? С чем вы хотите поработать? Что вы хотите обсудить? Что вы хотите изменить? Себе. Вот. Пока, на мой взгляд, я вижу то, что вы чересчур акцентируете свое внимание на отношениях. Пока-то я вижу, что есть проблема в разнице возрасте в 12 лет и то, что вы воспринимаете отношения как серьезные. Это проблема. Я вижу проблему в том, что вы с ним общаетесь в кавычках. Ну вот, пока-пока. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю всего самого доброго и удачи. Пока-пока. Показ呈 горы. Да? Грыл!!!! Нет. Наfour. Продолжение следует...